Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем коротком, интенсивном марафоне в преддверии деловой активности дизайнеров интерьера. У нас начинается сезон, мы начинаем готовиться к выступлениям, и сегодня у нас в гостях один из главных дизайн-спикеров, руководитель студии дизайна, руководитель школы дизайна, автор книги по дизайну интерьеров, спикер многочисленных дизайн-бизнес-конференций, автор собственных курсов и автор проектов для таких крупных компаний, как Аэрофлот, Сбербанк, Связной, автор проектов частных интерьеров Станислав Орех. Кому, как не ему, мне хочется адресовать большое количество вопросов, именно посвященных публичным выступлениям, потому что Станислав в этом имеет большой опыт. Стас, привет! Рада тебя приветствовать! И давай начнем немножко вообще с истории и начнем с того, как ты пришел и понял, что тебе нужны публичные выступления, как ты сделал первый шаг на сцену. Слушай, история очень интересная, да, спасибо тебе за такое интересное сразу длинное представление всегда, прикольно, интересно. Как начал выступать? В какой-то момент был на конференции и смотрю, люди говорят со сцены, что прикольно выступать. Я думаю, блин, почему я не там, да, почему я тоже не выступаю? Они говорят, вот вы сидите, да, надо выступать. Я так думаю, точно, а я с детства вообще не любил, не хотел, не знал и думал, это не про меня. И там были какие-то мотивационные спичи, либо что-то такое вот в духе, ну, типа Томми Робинса, либо еще что-то такое. Говорят, вот давайте, ты должен встать и идти, надо попробовать. Я думаю, ну ладно, окей, я сюда же не зря пришел, пойду и встану. Значит, встал, вышел на сцену, там, повыступал, поделал какие-то упражнения и понял, что тема-то, в принципе, интересная. И самое главное, я увидел, как активность аудитории, она работает. Вот, не сказать, что у меня что-то получилось, но тогда я подумал, да, наплевать, собственно, если кто-то будет смеяться, ничего страшного. То есть я научусь, вот я себе такое дал задачу и буквально через, по-моему, год или полтора где-то мы сделали вот первую дизайн-конференцию. То есть просто назначили и сказали, у нас будет выступление, ну, типа нельзя не сделать. И все, и уже пошел выступать. Были ли какие-то случаи, когда были провальные на первых этапах выступления, ну, или, может быть, не на первых этапах, когда выступления прям шли не туда? И что ты делал в таком случае? Потому что это часто может, ну, впечатление испортить, и человек может сказать, ой, у меня не получилось, все, это не мое. Давайте я так скажу. Смотри, у меня не было, потому что я вот этот страх переборол, у меня щелкнуло внутри. То есть я считаю, что страх выступлений и вообще провалы любые, они могут быть, если ты, как бы, не уверен в себе и ожидаешь их. Я себе сразу же дал такое указание и сам с собой договорился в мозгу, что, ну, самое худшее там, что надо мной посмеются и забудут. Ну, то есть ничего не случится. И если я опозорюсь, то ничего страшного. Многие люди, ну, начинающие спикеры, не могут себе дать такое позволение. Вот я рекомендую дать себе такое позволение. Это первое, психологическая подготовка, да. Второе, надо сделать себе план. План, третье, отрепетировать, если ты, ну, хочешь, да, сделать. План, кстати, лучше сделать с кем-то, с тем, кто умеет. То есть я вот консультирую тоже по этому поводу и поставщиков, и дизайнеров, как делать план выступления, чтобы он был нормальный. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, у меня первое, наверное, было такое, ну, достаточно волнительное. Я выступал в МГСУ, строительный университет мой. И я помню, что, ну, у меня просто с речью было не очень, то есть я постоянно говорил, э, о, и не понимал, что надо делать. Ну, то есть тяжело было. Вот, потом на записи смотрел, конечно, это ужасно. Она, кстати, еще осталась, первая запись моего выступления. Вот, но в целом дальше просто практика. И как на велосипеде, да, сначала ты едешь плохо, да, а потом, ну, не паришься и уже без рук едешь. Хорошо, тогда давай по этапам. Зачем дизайнеру интерьеров нужны публичные выступления? Ну, нет такой задачи, что типа нужны, может быть и не нужно, просто это инструмент. Вообще нет такого, что вот кто-то вам скажет, вот, делать только это, вам нужен личный бренд. Вам не обязательно, ну, личный бренд нужен, то есть можно и без него. Можно просто рекламу платить, Яндекс, Фейсбук и без личного бренда продавать. Ну, то есть это один из инструментов. Вот, и если мы рассматриваем публичное выступление как инструмент, это хороший инструмент повышения лояльности к тебе. Если мы работаем дизайнером, то в любом случае клиент покупает не просто услугу какую-то, да, как хлеб в магазине, он покупает некий бренд, тебя, личность. И он хочет, ну, понимать, у кого он покупает. Вот, соответственно, большая составляющая продукта дизайна, дизайнера, это он сам. Вот, и если мы это не делаем, то мы лишаемся большого спектра влияния на клиента. Вот, поэтому это просто инструмент продаж, можно так сказать, инструмент влияния, инструмент донесения своих смыслов до клиента, до, самое еще не менее важное, до сотрудников, потому что когда они видят, что ты заряженный интересный человек, то к тебе приходят работать. Вот, а если ты непонятно кто, то к тебе никто не придет, как ты бизнес создашь. Для партнеров, если ты с кем-то работаешь, ну, вот, в принципе, вот мы с тобой так познакомились, да, так же, да, мы бы не были знакомы, если бы я, там, себе какую-то задачу не поставил выступать. Не было бы конференции, сотни дизайнеров бы не стали дизайнерами, ну, и так далее, да, то есть у нас же конференция такая, как бы мотивирует людей, да, на движение, то есть, ну, много чего интересного. Вот, а всего лишь это одно правильное решение, не бояться и не стесняться. То есть, если ты боишься, стесняешься, ты, ну, немножко такой эгоист, можно так сказать, ты должен думать о том, что ты не донесешь людям. Если мы говорим про навык публичных выступлений, где он тебе еще помог? Потому что говорить на публику, это очень сильно раскрепощает, и, как ты правильно сказал, при общении с клиентами. У тебя достаточно крупные проекты, это тендеры, это встречи с большим количеством заказчиков, да, защита проектов. Вот насколько публичные выступления, телевидение тоже самое, YouTube и так далее, это все умение говорить. Помогает ли навык публичных выступлений в этом, или можно без него? Ну, это все в одном и том же, естественно, говорить. Еще писать, я бы тоже сказал. Давай так, первое, вообще все, что нужно, это смыслы, которые ты несешь. То есть, что ты хочешь донести людям. То есть, это вообще первично. До еще публичных выступлений надо понять, о чем ты, кто ты, какая твоя задача, чем ты отличаешься от остальных, то есть, поработать с собой. Это очень важно. Как только ты поработал с собой, дальше у тебя идут инструменты, как ты доносишь полезность свою до клиентов, что ты дизайнер, делаешь дизайн, что ты спикер, выступаешь, рассказываешь, как надо там, или как удобно, либо полезно привлекать клиентов, что ты организатор, который там сводит людей, значит, какие движухи делает. Вот ты должен понимать, кто ты. Вот, дальше получается, ну, следующий момент, это, как ты это делаешь, это может быть текст, копирайтинг очень важен, потом этот текст ты проговариваешь сам. Ты можешь вот на ютубе записывать ролики, ты можешь выступать, и каждый раз, ну, то есть, текст это легко, достаточно легко, тебе надо просто смысл выстроить в правильную последовательность. Дальше ты добавляешь себя на видео, это чуть-чуть сложнее, но ты можешь запись это редактировать, допустим. Еще сложнее в реальном времени, да, когда ты с аудиторией, потому что тебе нужно контакт держать. А еще сложнее, когда ты в негативной аудитории, когда на тебя там еще, значит, хейтеры, да, идут. То есть, это вот там четыре уровня. И то, как ты справляешься, зависит, ну, собственно, от твоей подготовки и от того, ну, насколько у тебя там внутри ты сам с собой гармоничен. Вот, поэтому, как бы, это помогает везде, на телевидении, да, на выступлениях везде. Но ключевое все равно, я считаю, не навыки какого-то копирайтинга, да, вернее, не навыки публичных выступлений, ораторского мастерства такое есть, то есть, что вот ты пошел, тебя научили там руки держать, стоять, контакт. То есть, это можно учиться, а можно чувствовать, и уже дальше это идет естеством. То есть, короче, это не самое главное. Я вот привожу пример, да, что если ты, допустим, ну, представь, что ты доктор, да, какой-то, ну, наук или, не знаю, кто-то, ты изобрел лекарство там от рака. И ты выходишь, ты не умеешь говорить, ты выходишь на сцену перед другими там людьми, стесняешься, не знаешь, чуть ли не выползаешь. Ну, то есть, ты можешь запинаться, заикаться, если у тебя контент годный. Всем будет наплевать. Да, если у тебя есть что сказать, донести, то все тебя будут слушать. То есть, я считаю, все-таки контент, и ты это первично. Конечно, здорово, если ты там презентуешь, как там Apple или кто-то, ну, презентуя, да, вот эти вот супер-шоу, супер-презентации, это всегда да. Да, но все-таки это после. То есть, бывает иногда пустые люди рассказывают какие-то банальности, которые они прочитали в книжке, ну, или там в нескольких книжах скомпилировали и говорят, вот, типа, надо так. А сами собой ничего не представляют. То есть, вот я считаю, первично надо понять, кто ты. Я считаю, что у каждого человека есть именно вот эта уникальность, каждому есть чем поделиться. Многие этого, ну, либо не понимают, либо стесняются и пытаются кем-то другим казаться. Вот не надо, надо. Но при этом согласись, что любое скучное, монотонное подача может, к сожалению, убить самый крутой контент. Поэтому расскажи, пожалуйста, какие ты дашь советы, как готовиться к выступлению, если вот у тебя там уже завтра, нет, не завтра, давай, через месяц дизайн-конференция, тебе нужно выйти на аудиторию тысячи человек, и этот тысяча человек может либо тебя закидать помидорами, встать и уйти пить кофе, либо вынести на руках, окружить в перерыве и сделать много-много дополнительной рекламы, фотографируя тебя и выкладывая в соцсетях. Как подготовиться? Супер вопрос. Я немножко чуть подальше начну, нежели там сразу с подготовки. У вас всегда, когда вас приглашают, есть всегда организатор. То есть, всегда, первое это правило, лучше всегда ходить. Если приглашают, надо идти. Если не приглашают, надо отсылать маркетинг-кита о себе и самому напрашиваться. То есть, само оно не случится. Вот, есть организаторы. Вот сейчас Света, я думаю, мне подскажет, что именно все точно так. То есть, мы рассматриваем кандидатов, да, то есть, нужно о себе заявить как. То есть, упаковка, она должна быть. Дальше, допустим, окей, твоя тема понравилась, да, допустим, интересно. Что тебе нужно спросить у организатора? Это первое, что нужно понять. Кто будет в зале, да? То есть, кто это? Начинающие, профессионалы, клиенты. То есть, для кого ты рассказываешь, какая твоя аудитория. И организаторы, как правило, они дают рекламу, они понимают суть мероприятия, они говорят, будет там 50% таких-то, 20% таких-то, или там все будут начинающие, или все будут владельцы недвижимости. Какой недвижимости? Маленький, большой? То есть, первое и самое основное – спросить, кто твоя аудитория. Почему? Потому что, если ты не знаешь, кто твоя аудитория, ты не можешь подготовить нормальное выступление. Ты можешь суперзажигательное сделать, но это, если будет мимо них, допустим, ты пришел рассказывать о собаках на выставку кошек. Как ты там, не жги, как бы тебя слушать не будут, потому что это бессмысленно. Поэтому надо попасть в аудиторию в их боли. Дальше, в принципе, ты берешь любую тему, абсолютно любую. Ты можешь как увеличить продажи, как работать в дизайне, как сделать, не знаю, однокомнатную квартиру. Все, что хочешь, ты можешь делать, но показывать эту тему под потребности этой аудитории, которая будет. И твоя задача, по сути, при подготовке, не открыть какую-то Америку или изобрести какую-то супер-мега-методику. Твоя задача очень простая. Тебе нужна твою тему, которую дал тебе организатор, который ты согласовал. Допустим, публичные выступления. Как дизайнерам публично выступать? Вот нормальная тема. Тебе нужно эту тему адаптировать под тех людей, которые будут смотреть. Дальше, накладываешь свои примеры, то есть, как ты это делал, чтобы это была не пустая история из книги. Какие у тебя результаты благодаря этому? Какие-то истории из жизни? Какой-то юмор добавить? Это всегда прикольно. Ну и дальше уже, в общем, навешать вот этого всего ораторского искусства и всего остального. Но ключевое – это аудитория и адаптация темы с примерами, которые ты несешь. То есть, какой-то контент. Как понять, где закончить публичное выступление, чтобы не перезагрузить аудиторию, а оставить еще немного для того, чтобы аудитория заинтересовалась и продолжила с тобой общение уже после выступления? Надо сделать предложение. То есть, любое выступление должно заканчиваться чем-то. То есть, не в целом все понятно, спасибо, Аптор Крут. А что делать дальше? То есть, по сути, это продажа, либо себя, подписку, например, там на Инстаграм-канал, на Телеграм-канал, в Ютуб. Либо это что-то продать. Можно прям сразу книгу, допустим. Вот у меня есть книга, либо можно кому интересно делать. Кому было полезно то, что я сейчас рассказываю про однокомнатные квартиры, кто хочет со мной сделать, подходите сейчас, значит, мы с вами поработаем лично на консультации, например. То есть, нужно какое-то предложение сделать. Этого сделать надо обязательно, не стесняться. Для этого нужно себе поставить цель и обязательно в тайминг вписаться, чтобы это предложение все-таки озвучить. Очень часто бывает так, когда человек вышел, он хочет аплодисменты себе получить. Это его цель. Ну, как бы нормально, но сильно эта цель никуда не продвинет. Это потешит свое эго. Но так ты не сам не продвинешься, а не людям не поможешь. То есть, есть такая неочевидная вещь, что чтобы... Ты же не можешь за час, за полтора часа там человеку как-то помочь. Ну, то есть, ты можешь какие-то идеи только ему вкинуть, но его жизнь от этого не изменится. Твоя задача, по сути, на выступлении дать ему какую-то идею базовую, и чтобы он захотел, инициировал, инвестировать свое время, свои деньги, себя в развитии этой идеи. То есть, ты, по сути, все равно ты продаешь что-то. Вот. И твоя задача, чтобы люди увидели и пошли к тебе дальше. То есть, это обязанность такая на выступление. Иначе зачем? Насколько важна презентация и вообще визуальный контент? Потому что я знаю, что ты уже, будучи опытным оратором, опытным специалистом, можешь выйти и просто с одним маркером, с флипчартом или даже без него сделать действительно яркую и интересную подачу. Если человек еще новичок, молодой, еще у него нет такого опыта, насколько ему важно готовить презентацию? И дай, пожалуйста, рекомендации по контентной части. Слушай, презентацию лучше всегда готовить. Ну, то есть, всегда что-то должно быть, что ты рассказываешь. Вот. Да, лучше это делать. Меня здесь смотреть не обязательно нужно, да, и не совсем. У меня были очень курьезные ситуации, когда там я приходил, а там кто проектор не работал или еще что-то. И ты находишься в непонятной ситуации. Тебя вроде пригласили, у них там что-то не работает, но если ты не расскажешь, что ты придумал и задумал, то винить будут тебя. И у меня такие ситуации были. Не отдуматься. Да, 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 да. И ты такой понимаешь, ты же не можешь выйти и сказать, типа, организаторы не подготовились. Ну, я всегда там прошу там флипчарт, там проектор, чтобы был там микрофон, еще какие-то вещи. Не всегда это бывает. Я много выступлений провел, и я просто к чему это говорю, что каждый рано или поздно с такой ситуацией столкнется, когда не будет готово что-то. Да, зал выключится. У тебя, по-моему, тоже такое было, когда зал выключили, там свет, да, была такая идея. Свет, электричество, да, да. И все, люди как бы собрались, и тебе надо жечь. Поэтому в любом случае надо подготовиться к экспромту всегда, ну, как бы к экстремальному ситуации. Вот. Но это не надо ставить, как правило. И мой тут опыт не самый лучший. Ну, я имею в виду, что надо готовиться. Короче, у тебя должна быть презентация. Если ты выступаешь, то тебе надо хорошо делать. Если ты там не супер действительно профессионал, ну, есть люди, да, вот, театр одного актера, да, когда ты очень-очень сильно и круто рассказываешь, зажигаешь, ведешь, понимаешь, и у тебя уже большой опыт. Тогда можно делать, что хочешь, в принципе, да. И на тебя пришли посмотреть, просто послушать, как на звезду. Ты можешь что угодно рассказывать. Просто истории с жизнью, байки травить. Вот. Но если это, ну, не ты, если ты начинающий, ну, либо там средний, да, то презентация лучше делать. Тебе будет спокойнее, люди увидят. Ну, в общем, так. Лучше, чтобы она была. Я немножко просто, я же не профессиональный спикер, да, то есть меня приглашают, ну, как бы, когда приглашают. То есть если бы я этим зарабатывал, ну, специально, да, то я бы, конечно, все это делал, готовился и все остальное. То есть я, как бы, могу выйти и рассказать, чтобы было интересно и так. Поэтому мне достаточно тут. Ну, мне кажется, ты лукавишь. Мне кажется, больше, чем ты, на рынке дизайна не выступал никто. И действительно, когда, ну, даже с нашим с тобой опытом, когда мы ездили в другие города и выступали на аудиторию, которая тебя ждет, у тебя всегда была презентация. вот, и здесь, и вот, да, дай, пожалуйста, и тот же Мосбилд, еще крупные мероприятия, где действительно аудитория часто тебя не знает. Это какая-то новая аудитория, и ей важен контент. Вот, не знаю, какие-то три ключевые точки презентации, можешь ли ты назвать? Первую я уже поняла, это в конце сделать предложение. Какие еще две? Да, давай скажу. Вот ты говоришь, у меня была презентация, то есть сейчас, вот под подготовку я имею в виду готовить именно тему со слайдами. То есть это очень прикольно, очень важно. То, что я почти никогда не делаю. Но у меня всегда есть в начале наши работы об авторе, обязательно. Ну, то есть буквально пролистать немножечко, особенно если это новая аудитория, что кто тут вообще вещает. Какие-то работы, что тебе можно доверять, что я нормальный человек, мне можно доверять вот такую тему. Значит, второе, это должна быть тезисы какие-то. Ну, вот тезисы, то, что у меня картинок нет, я чаще всего пишу просто, ну, не от руки, а просто пункты. И по ним просто проговариваешь какие-то вещи, не читая то, что на экране, но просто рассказывая какие-то истории по этим пунктам. Вот вторую часть лучше заменить презентацию, ты же сказал. И третья, да, все верно, это в конце нужно какой-то призыв к действию, чтобы можно было, ну, собственно, к тебе как-то обратиться. Вот. Ну, все, какие части? Давай ключевые какие-то вещи скажу, то есть, давай, вот, как строится презентация, то есть, в принципе, да, очень простой совет, да, мы его придумывали, всех, всем рекомендовали его использовать и при подготовке конференций, и других выступлений. В общем, если вы используете эту стратегию, она очень подойдет. Вот ты выходишь на сцену, да, такие люди сидят, у них вопрос, тебя слушать или в телефоне сидеть, или за кофе пойти, то есть, тебя надо заинтересовать, то есть, первое такое привлечение внимания, поэтому, добрый день, меня зовут так-то, так-то я, и тут надо сказать, что ты не дизайнер, не там организатор, не еще кто-то там, не поставщик, надо сказать, я здесь для того, чтобы, по сути, чтобы вы заработали деньги, то есть, я хочу вам рассказать, как вы с помощью моего выступления сможете заработать деньги, сэкономить деньги, не попасть в проблемы, найти поставщиков, то есть, какую-то проблему решить, я здесь для этого. Так я, интересно вам это? Такие, да, все телефоны уже отложили, такие, окей, буду смотреть. Дальше, почему я имею право об этом говорить, то есть, я такое-то, такое-то, буквально кратко, я имею опыт в этом, я сначала делал не так, то есть, делал вот как все, как принято, допустим, вот у меня по ТЗ хорошая тема, что техническое задание, ну, по сути, альбом-то, мы ввели такую историю, что надо альбом делать, ну, прям, конкретный альбом, капитальный, я раньше делал, вот послушал клиента, шел делать, и это вело к тому, что я делал по 5, по 10 вариантов предложения, типа, мне это надоело, деньги тратятся, значит, компанию создать невозможно, деньги уходят сквозь пальцы, я этого не хотел, у кого такое было? руки поднимают, я говорю, да, было, супер, и все присоединяются в этот момент, тебе говоришь, я знаю, как это решить, у меня есть технология, которая позволит решить эти вопросы, да, и чтобы клиент согласовывался с первого раза, кто бы хотел, чтобы клиент согласовывался с первого раза? Мы хотим, кому это важно? Мы хотим, все, супер, и мое выступление направлено на том, чтобы дать вам эту технологию, Все уже подготовили ручки Ну прикольно, все, то есть ты продал идею Вот это введение Все, люди смотрят, слушают Дальше твоя задача просто давать какие-то такие яркие вещи То есть ты рассказываешь технологию, делишь ее на 5 этапов Какую-то идею, например, первая там часть Проведение анкетирования, вторая часть Проведение обмеров, третья там часть Презентация, четвертая часть, защита проекта И из каждой из этих этапов, из четырех частей Ты делаешь вот какой-то Эмоциональный подъем Кому важно, чтобы клиент согласовывал сразу Нам важно, супер, тогда слушайте дальше То есть ты продаешь как сериал, как следующую часть Ну вот таким простым способом Если ты эту структуру в голове держишь То каждый раз тебе надо допродать следующую часть И каждая часть должна быть самодостаточной И полезной, и понятной, четкой, простой И вместе эти части они должны создавать Единую структуру всего То это ты сначала проектируешь на бумаге, и потом рассказываешь Я это умею делать в голове, то есть я могу генерить За счет опыта уже из любых тем Соединять, я знаю аудиторию, знаю Проблемы, знаю там 10 тем Я могу генерить в тысячах вариантах Поэтому вот так Это как делать это на системном уровне Ну вот как я А пока этого не умеете, значит составляете себе план И по этому плану просто идете Через какое-то время, когда придет понимание И наговоренность этого Вы уже увидите, как эти штуки соединять Примерно так идет Понятно объяснил? Абсолютно, как раз да Одним из наших упражнений в рамках нашего такого марафона Была работа с майндмэпом и с структурой презентации Как раз для того, чтобы не начинать делать презентацию сразу Потому что это получится каша А именно для того, чтобы сначала создать структуру А потом уже ее добавлять и насыщать иллюстрациями Вопрос по поводу тайминга Я знаю, что на конференции ты учишь поставщиков-производителей Выступать и продавать свою услугу Интересно, полезно, экспертно и контентно за 6 минут Насколько это актуально дизайнерам? Актуально, конечно Можно ли им что-то за эти 6 минут рассказать? Ты можешь за 30 секунд продавать То есть ты можешь за 5 секунд продавать Смысл вообще всех продаж заключается в том, что у тебя есть какое-то приложение И оно может быть суперзамечательное У тебя может быть суперклассный продукт Но люди о нем не узнают Даже не потому, что ты не рекламируешь А потому, что им тупо лень изучать Либо у них нет времени сейчас Они заняты другим Очень критически важно это внимание Поэтому мы и делаем вот такими этапами Нам нужно привлекать внимание И пока люди на нас смотрят, мы закидываем свою тему То есть вот такая тема работает Исходя из этого, твоя презентация должна заключаться В одной фразе То есть это оффер, да, по сути твоего предложения То есть я умею сделать с дизайнерами Студию дизайна, которая приносит им деньги Ну сама автоматически Вот это как бы мой оффер на создание студии Я умею, значит, со мной ты станешь дизайнером с нуля За 7 месяцев и будешь зарабатывать новые профессии То есть вот это тоже презентация Интересно? Оставляй контакт Это же презентация, я сказал ровно там Даже 10 секунд не прошло Дальше такое, окей, если у меня есть времени 3 минуты Я делаю это больше, 6 минут еще больше, как я это делаю, какие кейсы Если у меня полчаса, еще больше Если у меня час или 3 часа, я, значит, еще растягиваю То есть степень вовлеченности, она у тебя, ну, минимальная всегда в начале Поэтому ты сначала даешь суть, потом суть раскладываешь Потом еще раскладываешь и потом еще Поэтому, зная саму суть, свой вот это вот главное предложение Дальше тебе нужно его распаковывать по максимуму И в зависимости от того, сколько у тебя времени есть на выступление Любое подойдет время То есть бери и упаковывай эту часть на маленькие части, либо на большие Понятно так? В интернете, да, абсолютно В интернете можно найти огромное количество шаблонов Мне кажется, они пришли откуда-то из инфобизнеса Шаблоны продающих выступлений Где у тебя есть как раз там сначала боль, потом усиление боли Потом уже идет какая-то продажа услуги Потом идут кейсы, потом идет догрев, подогрев и так далее Насколько это актуально для дизайна аудитории? Потому что одно дело, когда ты продаешь какой-то инфопродукт Это там курсы, я не знаю, там тренинг и что-то еще Другое дело, когда ты продаешь конкретную свою услугу И можешь ли ты дать советы по тому, как сделать продающее выступление Услуг дизайнеров интерьера на целевую аудиторию Которая вот, она сидит в зале и еще сомневается У кого заказывать дизайн-проект? У тебя или у кого-то другого? Но структуры есть, там их всего две Вот это PN, MoPN, да, и там AIDA, по-моему, называется Вот я сейчас подробности не помню, но в целом это вот две основные структуры Суть первая это, когда ты рассказываешь проблему боль Какая существует и как ты ее решаешь То есть ты идешь от боли клиента Если клиент, вот действительно у него какая-то потребность есть То ты ее расковыриваешь и говоришь, у меня есть То есть ты еще больше пострадаешь, если ты этого, ну, как бы не сделаешь У тебя будут проблемы, если ты не возьмешь дизайнера И ты объясняешь, с какими проблемами другие люди сталкиваются И говоришь, условно, не хочешь с этим проблемам столкнуться У меня есть система Или я есть сам как дизайнер, который позволит тебе это все решить И давай посмотрим, как мы это делаем То есть это такая история Вот, вторая часть это когда ты, ну, как бы более с положительной историей идешь когда у тебя идет... Ну, как бы, хотите... Ну, в плюс идешь, да, наоборот. Хотите не избавиться от проблем, а хотите добиться вот такого-то счастья. В принципе, это об одном и том же. Ты можешь идти как от счастья, так и от проблем. Можно идти менять, да, то есть были проблемы такие-то, сделал такое-то дело, пришел к такому-то счастью. То есть это вот, наверное, самое оптимальное, я бы все-таки сказал. Я бы шел через свою историю, потому что, ну, вот моя история, да, ну, то есть есть такая тоже тема, это storytelling, да, когда ты с этим поспорить нельзя вот что в чем прикол это всегда интересно ты рассказываешь на своем опыте на живых примерах с большая проблема многих спикеров что они выходят сейчас я вас научу ну такую училку включают вот у меня такая тоже как бы тема есть но как бы есть не борюсь вот потихонечку да эта тема на развитие значит ты рассказываешь как у тебя было стараешься на примерах из жизни своих рассказывать почему ты сделал то или иное решение как ты воспользовался там системой ситуации как ты помог там клиентам в какие ситуации попадал и такие люди это уже более интересно воспринимают смотрят если это все еще через это ты показываешь боль и решение то есть кейсы да то это вообще замечательно поэтому идеальная презентация это презентация построена на твоих кейсах в которой твои клиенты были героями и получили решение да и тебя там в принципе нету да там там есть не ты там ты как бы как ну вот как некий проводник да но после такой презентации у человека создается впечатление что к тебе надо обязательно идти потому что то есть никто другой помочь не сможет вот это прям вверх наверное того что надо то есть ты ничего не продавала люди сами идут и хотят купить то есть по сути это выступление не про продажи а про покупки я вот часто говорю ребят сегодня не бойтесь продаж не будет сегодня будут покупки как раз вот вопросы на следующий по поводу продающей презентации и рекламной презентации потому что у нас очень многие поставщики в том числе но мне кажется ты их основная проблема что они путают презентацию реклама когда они выходят и начинают рассказывать какой у меня прекрасный продукт и как раз презентацию ту самую продающую с нативной рекламы с продажи своего продукта через потребности клиента вот дай пожалуйста пару рекомендаций как не упасть в рекламу а сделать действительно качественную но продающую презентацию когда ты выступаешь на публике важно понять это хочешь прям сейчас что-то продать особенности ты поставщик допустим ты подаешь диваны так каким супер навороченные там немецкие итальянские российские неважно диваны вот у тебя сидит 100 человек в зале то есть по статистике наверное одному кому-то нужен этот диван прямо сейчас остальные будут скучать зевать и пойдут кофе пить ну просто потому что если мне не нужен диван как-то менее продавать мне диван не нужен сейчас я не буду ну как бы мнение интересно вот поэтому но просто эта глупость получается то есть твоя задача не объяснить что надо диваны покупать твоя задача допустим сказать но как бы я сделал я бы не рассказывал про продающую модель дивана да вот это и не пытался бы продать в зале я бы сказал ребята я знаю что вы сейчас 100 дизайнеров да я не буду пытаться продать вам диванной мы опытные ребята мы работаем уже там 10 лет у нас огромный опыт в создание этих диванов, давайте я вам расскажу про ткани, про механизмы, про еще какие-то вещи, которые позволят вам, если вы будете выбирать диван, то выбрать его правильно. Не обязательно у нас. Но вы сможете квалифицированно, четко понять, когда вам пытаются втюхать подделку китайскую, например, под видом европейского бренда. И когда ты можешь, наоборот, сэкономить на российском производителе, и он будет не хуже той же Европы. И клиенту ты можешь это донести. Давайте сделаем так, чтобы у вас был спектр выбора. И если у вас будет спектр выбора, как вы думаете, вы будете больше в глаза клиента компетентны? Ну, как вы думаете? Да, наверное, больше. Раза в три, если у нас будет три выбора, мы будем компетентнее. И клиент за счет этого будет вас дальше советовать. То есть у нас такие опыты есть, у нас есть такие уже кейсы. Давайте так. Все. И тебя уже будут слушать. Ты можешь рассказывать про тот же самый диван, на самом деле, просто под другим соусом. И все. То есть ты задачу выполнил, люди сидят, смотрят, записывают, конспектируют, а ты рассказываешь про диван просто под форматом, как этот диван поможет тебе быть более компетентным в глазах клиента. Вопрос такой. Всегда, когда ты выходишь на сцену, у тебя цель продать, нужно собрать, там, либо, допустим, собрать уже деньги, если ты продаешь что-то прямо сейчас, либо собрать базу. Многие дизайнеры, я знаю, у них есть такая проблема. Они, во-первых, боятся в конце дать вот именно продажу. То есть они начинают как-то вот мяться, стесняться. И я вроде все рассказал, а вот, да, на оффере они начинают мямлить. И вторая проблема — это что потом делать с этими лидами, которые они собрали. Вот ты дал какой-то чек-лист, какую-то методичку, там, правильного ремонта, тебе сто человек из зала написали, и все. И ты думаешь, ну, хорошо, задача выполнена, контакты собрал. А что делать дальше, никто не знает, либо боится, либо не понимает, что... Как с ними работать? Вот дай, пожалуйста, рекомендации, что делать после выступления? Слушай, ну, после выступления надо работать с этими контактами. То есть человек, то, что он скачал, не знает, что он будет делать. Он скачает, положит на полочку, в папочку «Разобраться когда-нибудь» долгими зимними вечерами. То есть мы... В принципе, наша задача, чтобы человек получил пользу, получил положительный опыт работы с нами, вот, и тогда он будет бесплатно, тоже нормально. Да, вот мы же видео тоже записываем, то есть мы же даем пользу. Это бесплатно. То есть видео говорит о том, что человек, если посмотрит, послушает, вдруг где-то применит эту информацию, то он... У него будет ассоциация, что эти ребята, если у них особенно что-то получится, в продаже пойдут, что эти ребята, наверное, дело говорят, наверное, надо их послушать. То есть в какой-то момент он что-то либо купит, когда захочет, либо посоветует. Ну, то есть вот такая цель. Вот поэтому главная задача, когда ты что-то там отдаешь, да, убедиться, что человек этим воспользовался. Ну, то есть это первичная тема. Можно даже менеджера назначит, который будет прозванивать и говорит, ребята, вы там скачали, вам помочь интегрировать это, вам помочь это, ну, бесплатно пока, да, помочь это сделать. То есть это нормально. Да, это требует ресурсов, это требует менеджера, подготовки и так далее. И первая часть вопроса, которая была, как делать предложение. Надо заранее это подготовить. То есть, ты говоришь, ну, просто у меня будет слайд с предложением. Можно вначале и в конце сказать, типа, ребята, я сейчас вам расскажу тему. В конце, кому это будет интересно, не спрашивайте меня, где купить. Я знаю, по выступлениям часто бывает, что сейчас вот не перебивайте, короче, меня вы сможете купить в конце согласны согласно то есть можно заранее рамку поставить типа в конце ты будешь продавать все вот мы дошли до конца кто хотел купить вот копируете смотрите контакты записывайте подходить в конце ну то есть ты уже заранее себе поставил рамку и в конце просто сказал о том что поставил ну и как бы никто не в обиде и не страшно главное не бояться если не получится ничего страшного переделаешь предложение в следующий раз будешь активнее а скажи пожалуйста как бороться с негативом и с хейтерами которые периодически сидят в зале и вставляют палки в колеса потому что они часто сбивают в толку и человек теряет мысль и готов убежать со сцены и спрыгнуть и не закончить ну сама оценку повышать свое ну то есть ты на сцене ты молодец ты здесь что-то рассказываешь и надо понимать психологию почему человек это делает то есть что за человек еще он спрашивает ну то есть если он там очень умный ну как бы сказать ему слова дать ему высказаться я вижу что вы человек очень осведомленный очень опытный скажите там ваше мнение по этому вопросу вот он вставайте выходите ну то есть он такой ну хорошо ну или что-то скажу да отлично спасибо все ты ему дал слово удовлетворил если он где-то надоел можно принципе выгнать его ну то есть по разному бывает мы даже кого-то выгоняли помнишь какие-то вопросы но какие-то неуместные вещи да да не уместные вещи ну то есть это не уважение не к тебе а к залу то есть сидят люди да и вот встает человек разрешите мне вам продать и в смысле продать но вот у нас самые лучшие там что там штукатурки диваны или что там еще и ты так такой сидит 200 человек ты сидишь стоишь и тут какой-то человек нам сзади пытаясь что-то продать ну то есть это совсем неуместно ну то есть ну как сказать извините этот как бы не тот формат вам вы наверно ошиблись дверью и все это нормально но это в том числе все приходит с опытом а я знаю что на каком-то из мероприятий меня там к сожалению не было один из присутствующих который был гораздо старше тебя и видимо его задело что молодой дизайнер достаточно да пытается там что-то ему рассказать и внедрить начал как раз да высказывать свою негативную позицию вот как как себя повести в такой ситуации когда люди пытаются казаться опытнее и сказать что молодой человек вы тут ничего не соображаете дайте я вам расскажу как жить потому что как по твоему совету брать его на сцену тогда лекция может перетечь в лекцию этого человека выгнать его тоже некорректно потому что в принципе это человек ничего плохого не говорит а как сделать так чтобы этот человек не испортил впечатление но при этом и не обиделся потому что для организатора он может быть важен вот я к чему тому что этот опытный дизайнер вот для меня допустим как для организатора он важен как лид которому я там продам какой-то спонсорский пакет вот такие конфликтные ситуации как решать ну во-первых давай с конца начну то есть если ты на сцене то короче ты главный в любом случае да не организатор не человек то что организатор там ли ты все остальное но то есть ты ведешь и ты капитан то есть когда ты капитан даже если тебя отправили там за добычей там какие-то твои значит спонсоры самот и капитан ты решаешь то есть вот это первое значит что делать значит если человек задают вопросы ну когда он задает во-первых вопрос если ты лекцию рассказываешь или ты ведешь свое выступление человек встает там или поднимает руку ты можешь просто сказать что сейчас не блок вопросов вы сможете задать свои вопросы в конце и он уже не может с этим поспорить потому что ты капитан если ты позволяешь либо это уже блок вопросов ну в конце то как бы терять нечего это вопросы и возражения по сути объясняешь общаешься с ним вот если он там время забирает может взять пожалуйста один вопрос ну ладно давайте один по этой блок я начинаю там долго лишь смотрите значит время как у нас ограничено к сожалению да вот я вам ответил там на этот вопрос да ваши доводы понятны разумны ok есть ваше мнение мы его тоже уважаем мы рассмотрим это потом или в конце подойдете обсудим то есть ну как бы просто говоришь что залу то есть у нас есть зал у нас есть тема заявленная я вынужден я заложенных ситуацию мне нужно вести то есть таким образом тебе здесь задача не ему ответить что-то а чтобы зал понял что ну как бы ты ради зала стараешься я бы с тобой подискутировал но времени нет вот так это правда на самом деле то есть нормальная история я такие случаи люблю то есть мне почему они не страшны потому что у меня абсолютно логичная четкая прозрачная конкретная система и с ней нельзя не согласиться то есть нет ни одного способа как то что я говорю что можно провернуть то есть я могу сказать всегда что есть другое мнение то есть у вас такой опыт ну то есть вот так а в моем мире моей жизни она вот так я же ничего не придумаю я ее из жизни все беру и она у меня стыкуется везде как лего это мне не лего у меня там допустим что конструктор железный ну да у тебя железный конструктор как бы ты ну не стыкуешься с этим миром ну значит у тебя вот свой то есть сделай свое выступление выйди на сцену расскажи и посмотрим кому пойдут люди тебе или ко мне ты эксперт по железным конструкторам да нормально да 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 ну примерно так а если человек пытается к лего прицепить железную эту самую конструкцию она не цепляется ну как бы кто тут виноват я или как бы человек который пытается не туда идти а расскажи пожалуйста про активность аудитории потому что всегда свои выступления ты пытаешься сделать наиболее интерактивными и это не лекция в зал а это все-таки диалог вот насколько это важно и какие инструменты можно использовать и когда они заходят потому что бывают случаи когда ну допустим ты чувствуешь что аудитория не очень активная и наверное лучше все-таки построить монолог смотри все зависит от задачи если твоя задача что-то продать но это часто то всегда нужно с аудиторией взаимодействовать всегда тебе не надо взаимодействовать с аудиторией если ты продавать ничего не хочешь хочешь просто лекцию записать что ты был в зале выступал ну лекцию на youtube я имею ввиду типа передачи в телевизор только в этом случае в 90 процентов 95 99 процентов случаев работа с залом это ключевая вещь потому что лекции ты можешь на ютубе посмотреть ценности не будет если ты будешь зачитаешь и уйдешь все скажут ну-ка окей понятно типа зачем я сидел мог в ютубе на ускоренном режиме посмотреть а ключевое что ты здесь и сейчас общаешься с аудиторией то есть это самое важное поэтому по максимуму конечно лучше общаться и подстраивать лекцию под аудиторию это самое такое как классная штука вопросы задавать задаваешь задаешь вопросы просто скажешь ребята я здесь сейчас для того чтобы вот нести вам пользу там короче научить вас не то что не учить сейчас учить ничего не надо кстати у меня есть мой способ метод создания планировок допустим для начинающих ты рассказываешь который позволяет создать планировки на трех вариантов там за полчаса кому бы это хотелось кому интересно все поднимите руку ну все то есть кому не интересно ну то есть ну глупо если люди сидят начинающим это интересно то кому важно привлекать клиентам методом там интернет продаж там каких-нибудь да или там instagram кто хотел бы клиентов себе по 5 рублей из инстаграма вот поднимите руки ну то есть вот так спрашиваешь хотели бы да давайте хотите что я вам расскажу вот это потому что если не хотите не надо пойдемте к следующей теме давайте расскажу следующую тогда тема тогда следующую то есть какой-то момент люди захотят ну может быть твои темы действительно не в кассу да если там не начинающие сидят а опытные давайте тогда про студию расскажу то есть если клиенты вам не нужны давайте вам про организацию работы у меня такое кстати часто бывает не часто иногда бывает скажем так когда мне сказал организатор так тоже бывает что будут начинающие либо опытные а там типа руководители ну или наоборот смена аудитории кто-то сказал мне что будет продвинутый дизайнер а там еще новички студенты мне тут же приходится лекцию перестраивать абсолютно сразу же то есть тема одна и та же но то что я рассказываю абсолютно другое это высший пилотаж это высший пилотаж который приходит мне кажется только с опытом когда ты можешь моментально перестроиться но это опыт а расскажи пожалуйста про какие-то провальные истории когда и почему не стоит их бояться мы это мне кажется уже обсуждали но тем не менее в рамках данного с тобой интервью если ты приходишь и ты понимаешь что но во первых да аудитория не то это мы поговорили например вообще нет аудитории что с этим делать и ты как бы вроде приехал время потратил людей нет что разворачиваться уходить и там сидит два человека на двух человек работать но это не всем неприятно всегда ситуация да на 2 человек очень сложно работать но да надо лучше так делать то есть лучше сесть и тебя вариант либо поработать с этими людьми либо записать видео на youtube просто вам сказать ребята там вот ну вот такая ситуация нас здесь немного но я уж приехал поэтому запишу видео вы в конце задаете вопросы все записал видео поставил себе камеру записал видео ну и ты потренировался ничего страшного вот ну и ну да ну то есть можно развернуться уехать но тоже как бы не очень хороший кейс зато если ты провел но по сути если аудитория не пришла туда организаторы сделал свою работу вот что мы имеем ввиду но это по правде так если организатор сделал свою работу то ну как бы ты уйдя но его тоже не может представляешь ну перед еще кем-то вот и наоборот если ты его спасаешь в любом случае что ты провел в любом случая то у него будет хорошее впечатление тебе т.е ты человек тот который для которого стоит положиться и даже если ты в некомфортное для себя ситуации провел эту лекцию спас его от не минуем его тоже расплата, с кем он был, с площадкой либо еще с кем-то, все же с людьми работают, то это очень хорошо, то есть ты как бы себе карму плюс сделал и положительное мнение о себе составил, поэтому лучше всегда выступать. Если уж ты приехал, какая разница, выступи все равно. Запиши на видео, будет контент. Сейчас прямой эфир дает возможность это сделать. В прямом эфире будет больше людей, чем онлайн. Ну да. И в завершении вопроса, и уже, мне кажется, мы много и очень емко проговорили, дай, пожалуйста, рекомендации, как усилить интерес к твоему выступлению, когда ты куда-то вот едешь, у тебя там завтра-послезавтра выступление, и тебе нужно его как-то вот анонсировать, чтобы твои подписчики, твои гости, помимо приглашенных людей к организаторам, пришли и посмотрели, увидели что-то вау. Слушай, ну вопрос хороший. Я на самом деле, это не сильно моя сторона, сразу скажу. То есть я как бы тяжело с набором, с организацией, с анонсами и всем остальным, но как бы я делал? Я бы, во-первых, у себя бы в социальных сетях где-то написал. Второе, я бы попросил тех людей, которые идут, написать, почему они идут, почему они считают, что важно. И попросил бы их тоже пошарить эту тему. То есть если особенно это в каком-то городе, да, то есть если все туда идут, то ладно, я схожу. То есть это тоже очень сильно поможет организаторам, да, собрать историю. Это тоже даст положительный, ну как бы эффект, что если, скажем так, тебя будут больше приглашать, если ты приходишь не просто сам и деньги там просишь за выступление еще, а если ты приходишь со своими людьми, по сути организаторы могут просто спонсорам продать какие-то пакеты и ты будешь как соорганизатор по сути здесь и значит тоже, ну как бы можешь денег заработать еще дополнительно. То есть ты не как Примадонна сидишь, там меня вот привезли, пригласили, ты действительно помогаешь в организации это мероприятие. То есть всегда лучше сделать больше для общего дела, для общей пользы. Всегда надо думать, как ты можешь дополнительную пользу внести. Это несложно, записать stories и записать, попросить других людей, своих подписчиков, тоже записать stories. Может быть бонус какой-то пообещать, может быть еще что-то. Ну и плюс, мне кажется, гораздо приятнее выступать на аудиторию, которая тебя уже знает. И если пришли люди, увидели, что ты приезжаешь в какой-то город и пришли твои студенты, коллеги, подписчики, и они подходят и говорят, Станислав, здравствуйте, это вы, я так рада вам, начинают фотографироваться, это всегда большой плюс и бонус для спикера, это как минимум моего заряжает позитивом. Ну да, да, согласен. Да, у нас часто по всей стране люди приходят, говорят, вот мы вас видели, мы вас учились, мы с вами вот по YouTube знакомы, супер классно, всегда с удовольствием посвящаю время общения. То есть это абсолютно точно. Положительный эффект у этих всех выступлений, конечно. Понимаешь, что делаешь не зря все это дело. И даже ты им делаешь дополнительные промо, записывая с ними какие-то видео. Да, да, почему нет. То есть я стараюсь всегда всем помочь, моя задача простая, да. Я за то, чтобы помогать по максимуму, и я чувствую, я верю, я знаю, что мне это положительное влияние на мир, оно тоже ко мне идет. Ну я это просто, вот уже сколько мы работаем, значит, всегда, когда я иду сам вперед, да, с душой, со всеми к людям, и они-то точно так же ко мне относятся. У меня нет никакого негатива, у меня, ну как бы, у меня все нормально. То есть я живу счастливо благодаря вот такому подходу. Поэтому несите добро. В завершении буквально три совета тем, кто только-только планирует выходить на сцену и, может быть, сомневается по каким-то причинам. Ну первый совет попробовать. Ну если ты чувствуешь, что ты хочешь, значит, это уже где-то есть и мешает страх. Вот, соответственно, страх побороть и пробовать. Это первое. Второе. Ничего страшного, если не получится. Записывайте обязательно видео. То есть, ну просто ставьте камеру и смотрите видео. Не стесняйтесь своего голоса, не стесняйтесь, как вы выглядите. Вам будет казаться, что это нелепо, что у вас голос непонятный, что все не так. Это не я вообще, кто этого человека пригласил на сцену. Это нормально, это пройдет. Да, и получайте кайф от выступлений и продавайте с их помощью. Я считаю так. Мы со Станиславом очень любим публичные выступления и делаем их много и часто. Надеюсь, скоро увидится оффлайн. Да. Все, спасибо большое, Стас. Спасибо большое, друзья, что были с нами. До новых встреч и увидимся. Пока-пока. Если есть какие-то вопросы, то можно задать мне их в инстаграм-канале. Подписывайтесь, Станислав Орехов. Я думаю, будет ссылочка под видео. Обязательно. Телеграм-канал, где я отвечаю на вопросы. И, конечно же, у нас ежегодно проходит дизайн-конференция. Живое событие, где вы воочию можете посмотреть, как происходит выступление, поучаствовать и познакомиться с нами лично. Будем рады видеть. И, быть может, стать спикером в следующем году. Давайте такую цель себе поставим. Да. Спасибо большое, Стас, за ответы на вопросы. Хорошего тебе дня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok